Панфиловский район находится на границе Чуйской области, а потому в сезон маловодия эта проблема коснулась фермеров и крестьян довольно ощутимо. Вода для орошения подавалась перебоями. Вместо трех поливов в день проводилось только два. В результате многие понесли серьезные убытки. По словам крестьян, проблема также связана с тем, что ороки были не готовы и не очищены. Если я раньше брал 80 тонн с гектара, это 800 сантиметров с гектара получалось, то в связи с маловодием я в этом году взял 55-60 сантиметров. Администрация организовала людей, люди собрались с силами, не теряя надежды, начали чистить ороки. Потому что понесли убытки очень много крестьян. Так как не хватало воды, вместо трех поливов некоторые люди сделали два полива, а некоторые даже ни одного полива не сделали. Последний раз очистку на Заринском канале проводили лет пять назад. За это время сооружение заросло мелкими деревьями и сорняками. В прошлом году из-за нехватки воды фермеры понесли большие убытки. И чтобы этого избежать, в следующем году мы решили основательно подготовиться до начала посевной. Чтобы избежать трудностей с поливной водой и подготовить канал к вегетационному периоду следующего года, сотни крестьян вышли на очистку внутрихозяйственного канала методом Ашара. Все очистные работы планируется завершить в течение двух-трех дней. Вода не доходила. То есть, так сказать, когда канал, у нас в основном здесь канал 7,2 километра канала, из них основная часть все в земляном русле, который на поле доходит. И здесь уже в земляном русле она зарастает и уменьшается канал. Вода, которая, например, скажем, образно, если будем говорить 100 литров, это вода, 50-60% потери в канал она не входила за русло, выходила и канала. Поэтому сейчас проводим очистку. Отметим, Заринский канал ежегодно орошает 259 гектаров пахотных земель Кураминского и Лукмыты. Нурбек Иманов, Ирланджунушалиев, Бигджан Токтосунов, Аллато, 24. Субтитры создавал DimaTorzok